Как microSD карту памяти сделать внутренней памятью телефона Xiaomi. Для начала все что на флешке перенесите на компьютер. Сделайте резервную копию данных, все что на флешке, потому что флешка будет очищена, будет отформатирована. Подключаемся к интернету, включаем Wi-Fi, либо мобильный интернет. Переходим в Play Market, Google Play. В поиск пишем Activity Launcher, установить. Переходим в настройки. Опускаемся ниже. Выбираем приложение. Все приложения. Опускаемся ниже и ищем Activity Launcher. Открываем Activity Launcher. Разрешение. Настройки. Добавление ярлыков. Добавить ярлык на рабочий стол. Здесь у нас стоит запретить. Выбираем разрешить всегда. Отображение на экране блокировки точно так же разрешить всегда. Переходим в настройки. Устройство. Все характеристики. И нужно нажать несколько раз на версию MIUI. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Параметры разработчика открыты. Возвращаемся назад. Опускаемся ниже. Выбираем дополнительно для разработчиков. Опускаемся ниже еще раз. Сохранение на внешней накопителе. Ползунок вправо. Переключаем вправо. Включаем этот параметр. Выбираем Activity Launcher. Нажмем ОК. Ждем немного. Открываем поиск. И пишем. Documents UI. Нужно выбрать comAndroidDocumentsUI with DownloadsActivity. Либо можно выбрать comAndroidDocumentsUI files activity. Я выбираю второй пункт. После этого нажимаю три точки с левой стороны. И выбираю флешку. У меня это флешка на 64 гигабайта. После этого перехожу в три точки с правой стороны. Настройки хранилища. И выбираю внутренняя память. Все что на флешке будет очищено. Поэтому если у вас есть какие-либо важные данные. Они будут удалены. При этом флешка становится частью памяти телефона. Поэтому она не будет видна. Если вы флешку вытащите с телефона. И подключите к картридеру. И захотите что-либо скопировать с флешки. Она не будет видна. И в телефоне. Когда вы будете по USB подключать к компьютеру. Или к ноутбуку. Она будет как внутренняя память. Как единая целая. Вместе с телефоном. Карта памяти. Форматировать. Карта памяти работает довольно медленно. Поэтому предупреждает. Мы нажмем продолжить. Другой карты памяти у меня нет. Более скоростной карты памяти также нет у меня. Продолжить. Теперь он требует перенести контент. Перенесем контент позже. Выберем позже. Готово. Открываем поиск. И пишем. Все приложения. Все приложения. ComAndroid. Settings. Application. Manage Application. Переходим в три точки. И выбираем Create Shortcut. Возвращаемся на рабочий стол. И здесь у нас появилось все приложения. Запускаем. Переносим приложение. Пусть это будет Instagram. Хранилище и кэш. Изменить. И вместо внутренней памяти выбираем карту памяти. Чтобы освободить внутреннюю память. Карта памяти. Переместить. Приложение закрылось. Повторно открываем все настройки. Открываем Instagram. Хранилище и кэш. Изменить. И сейчас у нас все файлы расположены на карте памяти. Мы переместили файлы от приложения на карту памяти. Таким способом вы можете перенести приложения на карту памяти. Которые работают во внутренней памяти. Но не все приложения. Только те приложения, которые вы установили. Внутренние системные приложения лучше оставлять на телефоне. Если вам нужно все вернуть на место. И сделать SD карты отдельной, отдельным носителем. То в этом случае перейдите все приложения. И верните все на место. То есть. То что вы переносили. Все верните во внутреннюю память. Допустим Instagram. Вместо карты памяти выставляем внутреннюю память. Хранилище и кэш. Изменить. И вместо карты памяти выбираете внутренний накопитель. И переместить. После этого все что на карте памяти. Сохраните на внутренний накопитель. Либо сохраните на компьютер. Далее извлеките эту самую флешку. С телефоном. И подключите к другому. К другому телефону. Эту карту памяти. В итоге на другом телефоне. Потребует отформатировать SD карту. Форматируйте на другом телефоне. Эту карту памяти. И возвращаете на этот самый телефон. Карта памяти будет как отдельный съемный накопитель. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...